три ключа определяющих уровень вашего дохода приветствую друзья меня зовут Ольга Барабанова и в этом видео мы с вами разберем три фундаментальные основы которые влияют на уровень дохода который вы сейчас получаете и соответственно если у вас есть запрос на то чтобы больше зарабатывать на то чтобы найти причину почему вы зарабатываете именно столько и начать зарабатывать больше у вас будет ответ на этот вопрос и после просмотра этого видео вы будете понимать где что можно изменить для того чтобы зарабатывать больше итак первый ключ к уровню дохода к увеличению уровня дохода либо одна из трех причин почему вы зарабатываете именно столько сколько вы сегодня зарабатываете это знание которыми вы сейчас обладаете давайте посмотрим как это происходит система образования в наших странах постсоветского пространства выстроена так что у человека с детства юношества в вузах выстраивается мышление формируется мышление наемного работника это неплохо это нехорошо это просто та реальность которой мы сейчас находимся в которой мы живем и когда ты это осознаешь ты либо с этим соглашаешься либо нет самое главное это понять что это так происходит потому что большинство людей они ну вот просто попали в эту реальность и из года под живут живут то есть в в ссср была такая система была такая система развития была такая система ценности такая система программирования запрограммирования формирования человеческого мышления то есть был такой вот такая задача стояла и сейчас многие люди большинство людей продолжают жить по той системе опять же это неплохо нехорошо нужно просто понять что если у вас есть запрос если у вас есть задачи если вы хотите прийти к финансовой свободе то нужно понимать что на работе вряд ли у тебя это получится то есть вы когда посмотрите на свое окружение если вы посмотрите на вообще людей которые вашем ближайшем окружении людей которые находятся вокруг вашем городе вашей стране посмотрите какое количество людей которые ходят на работу они пришли к финансовой финансовой свободе ну что такое финансовая свобода это когда ты не не переживаешь о деньгах когда ты можешь себе позволить все что ты себе хочешь но в то же время есть люди которые каким-то образом этого достигают и опять же если посмотреть то это не люди которые ходят на работу которые работают за зарплату и получается что у этих людей есть какие-то другие знания они чем как и какими-то другими знаниями обладают и нужно просто задаться вопросом что знают те люди чего пока не знаете вы и соответственно по этой системе образования которая у нас заложено в голове что у нас вот заложено в голове ходи в школу ходи в университет закончи его с красным дипломом устройся на хорошую работу ходи на работу получай какие-то там дополнительные может быть вознаграждение может быть дополнительные там грамоту тебе дадутся 40 лет труда на там производстве хотя сейчас это уже тоже редкость чтобы производства также такие существовали но факт в чем что вот это вот образование оно и близко не формирует предпринимательское мышление деньги большие деньги они зарабатываются именно предпринимательством они зарабатываются своим творчеством они зарабатываются своими какими-то инновационными идеями и соответственно все что нужно сделать одно из того что нужно сделать это вложить себе в голову другие знания и это ответственность не на государстве вот это второе заблуждение которое которым обладают огромное количество людей это то что меня этому не научили такая же вот у меня судьба ну вот значит так вот сложилось ничего не поделаешь нет на самом деле я знаю истории многих людей которые в любом возрасте в любом населенном пункте независимо это мекополис или это деревня это человек которому только 20 лет или даже менее 20 лет это либо человек которому уже далеко за 60 это люди которые в этот в какой-то момент происходит такой щелчок к человек говорит да это же моя жизнь да это же мне у меня еще там пол жизни впереди или кто-то вся жизнь впереди я хочу быть финансово свободным где эти знания это своя ответственность это не ответственность не государство не образовательное учреждение ничья это лично ваша ответственность какими знаниями вы хотите обладать поэтому я бы вам рекомендовала задаться этим вопросом завести обзавестись литературой которая ответит на эти на эти вопросы это возможно образовательные книги роберта киосаки возможно это литература других практиков предпринимателей да то есть вы смотрите на людей практиков берете их пошаговые действия и начинаете применять вкладываем правильные знания себе в голову это первый ключ это первая причина почему вы зарабатываете столько сколько зарабатываете сейчас второй ключ вторая основа это отношение это умение выстраивать отношения с другими людьми знаете кто-то думает что нужно быть каким-то супер мега лидером нужно обладать какими-то качествами сверхъестественными для того чтобы много зарабатывать на самом деле опять же если мы посмотрим на людей которые много зарабатывают это такие же люди у них столько же рук сколько у вас только же ушей у них один нос глаза в общем но это люди которые умеют каким-то образом выстраивать отношения с другими людьми это люди которые умеют объединять людей вокруг себя это люди которые умеют не только притягивать к себе людей а и удерживать вокруг себя людей и соответственно когда у тебя формируется команда с которой ты вместе движешься в реализации в направлении реализация своей цели вашей уже общей цели то есть изначально у тебя есть цель ты формируешь вокруг себя окружение единомышленников ты привлекаешь людей и своими какими-то качествами какими-то качествами ты удерживаешь этих людей и это не мега какие-то качества знаете какие-то качества это качество доброго сердца и искренности потому что кто-то думает что нужно быть каким-то супер лидером до а лидерские качества они очень важны нужно быть лидером в своей верой своей уверенностью своей внутренней силой вы привлекаете людей но именно своей искренностью и добротой вы удерживаете людей своем окружении искренность доброта естественно они должны быть настоящими исходящими изнутри Лидерскими качествами, конечно, вы привлекаете людей, вы помогаете им сдвинуться с мертвой точки, но после этого необходимо помогать людям раскрыть свой внутренний потенциал, чтобы каждый человек мог раскрыться, каждый мог проявить свое творчество, каждый мог реализоваться. И когда, знаете, говорят, то ли получать 1%, вернее 100% от своих собственных усилий, это очень важно, для вашей самореализации вам нужно что-то делать самому, это очень круто, когда ты за это еще и получаешь деньги. Но есть продолжение, или получать 1% от усилий 100 человек, когда вы вместе, командно движетесь, представьте, то ли это усилие вас одного, то ли это усилие 100 человек, и ты получаешь 1% от усилий 100 человек. Вот это секрет командной работы, вот это секрет успеха, увеличения чека, и вот это крутая фишка сетевого бизнеса. И третий ключ, на котором основывается уровень вашего дохода, это действия, которые привели вас к текущему результату. Если вас на сегодняшний момент не устраивает уровень дохода, который вы получаете, нужно задаться вопросом, что вы делаете, что вы делали для того, чтобы оказаться в сегодняшней ситуации. Хорошо это или плохо, не нужно оценить, нужно просто посмотреть, какой уровень, какие действия вы делали вчера, которые привели вас к сегодняшнему доходу. Все, что нужно сделать дальше, это вообще элементарно просто, вам нужно прописать действия, которые вас приведут на другой уровень. Это элементарно. Пишите список дел, после этого планируйте, когда вы, как вы будете эти дела реализовывать. И вот тут самое сложное, когда вы принимаетесь за выполнение этих дел, когда вы запланировали определенные действия, ведущие вас к нужному результату, у вас вокруг будут появляться различные саботажники, социальные сети, сториз, ленты в социальных сетях, звонки, приглашения на фильмы и так дальше. То есть будут действия, которые не ведут вас к вашей цели. Все, что нужно делать, это третий ключ к увеличению роста дохода, это делать те действия, которые вы не делали раньше, но которые приведут вас к результату, к вашему росту чека. Где узнать, какие действия нужно выполнять, смотри пункт номер один. Знания. Вам нужны в первую очередь знания, которые вы начнете применять, перекладывать на бумагу и дальше действовать конкретно по прописанному вами плану. Друзья, вот так все просто. Три ключа. Знания, отношения и действия. Я желаю вам успешного продвижения к вашей цели, я желаю вам успешного написания плана и правильных действий. Если данное видео было полезно, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, на котором вы увидели это видео и до встречи в следующем полезном видео. Пока-пока.